всем привет друзья сегодняшнем видео речь пойдет о программке муфа ви для редактирования видеороликов сегодня я расскажу как ей пользоваться и весь ее функционал ролики которые в ней редактирую я обычно снимаю на программу bandicam отличная программка для захвата экрана можно снимать игры экран посмотреть как пользоваться ею и что за программа можно перейдя по ссылке в конце видео либо же я скину ссылочку на нее под видео итак приступим к нашей программе после открытия программы муфами видеоэдитор плюс выскакует такое окошко где нам нужно выбрать создать проект в расширенном режиме либо же в простом выбирайте всегда расширенный потому что в простом там по сути ничего и нет далее мы видим основное меню где запись видео захват экрана им я не пользовался так как я уже раньше сказал я пользуюсь bandicam желающие могут попробовать значит здесь можно либо же добавить файл либо же добавить папку как я добавляю видео сразу есть у меня папочка выбираю в ней видео любое либо же перебрасываем ролик так либо же нажав на кнопку добавить файл добавляем здесь все понятно стандартно как и везде далее звуки это все что есть находится в программе вы их можете использовать они бесплатные и никто вас не торценет за нарушение прав далее фильтры их также можно выбрать разные категории либо же все это типа рамочек рамочек всяких в общем украшения для видео чтобы оно было не такое оттесанное в некоторых моментах как бывает также если их довольно таки много здесь чтобы следующий раз когда вы будете ролик обрабатывать чтобы не искать тот который вам понравился сейчас здесь есть вот такое вот добавить в избранное сердечко нажав на него заполняется красненьким и появляется в избранном то есть допустим у вас будет один-два избранных и не нужно будет искать среди тонны хлама далее переходы очень интересная штука я пользуюсь ими всегда для чего не используются давайте к примеру разрежем наш ролик если он расположен неудобно мы можем вот так вот него крутить ползуночком выбираем момент на который мы хотим хотим обрезать нажимаем либо же справа или с левой стороны разрезать клип и мы видим он разрезан либо же быстрая кнопочка и вот здесь можно все раз и разрезаем далее ну так же здесь их все много все не будем рассматривать есть вполне неплохие плавные есть конечно вот такие вот ладно у меня есть два избранных они мне нравятся сохранил для себя значит чтобы применить видео что мы делаем берем его и добавляем между разрезом двух роликов как это выглядит отличный переход и как будто бы здесь и было но здесь вы еще учтите что ролик один порезанный принципе переход одинаковый особо не заметишь но когда ролики разные и вы их сращиваете переход очень дает большой бонус как будто бы она здесь и должно было быть как будто бы одноцельное видео или как будто бы на паузе стояла в общем всем советую обязательно это используйте далее текст здесь также много категорий текста понятно да можно где-то на видео кинуть пометочку там смотрите здесь или мой номер телефона такое так примеру заголовки художественные простые ну и так далее в общем также некоторые рассмотрим интересные анимашки также бросайте на любое место сверху здесь вы выбираете смотрите протяженность на которой она будет показываться то есть вот этот отрезок видео она будет у меня показываться если хотите больше и удаляйте хоть на все либо же меньше в общем понятно как как его редактировать плацать и пойдем ну здесь в принципе как в обычных редакторах примерно все то же самое то есть стандартный текст когда наводишь он автоматически выделяется эта область на нем клацайте два раза и все как в ворде или фотошопе пишите пример там пример здесь можно редактировать сам текст жирный курсивный какой шрифт и так далее собственно точно также и с этими с остальными можно добавлять текст очень удобно особенно вначале в конце видео сделать классно мне это очень понравилось далее стикеры стикеры точно также бросаем но наш ролик сверху здесь мы редактируем больше меньше нужный нам угол или куда вы хотите устанавливаем довольно таки много их и можно выбрать так фигуры допустим вам нужно что-то указать где-то посмотреть что чтобы акцентировать внимание зрителя на что-то подчеркнуть также удобная функция так инструменты здесь последняя значит масштаб и панорама на что увеличить или уменьшить стабилизация то есть если была тряска при съемке видео или какие-то открытой деформации видео выделение цензура это если вам нужно допустим скрыть что-то лицо или номер автомобиля налаживаете и будет скрыто расплывчато так здесь в принципе я думаю все понятно стрелочка назад то есть возвращаясь назад если неправильно что-то сделали на вот у нас убирается то что мы ставили назад а это вернуть на прежнее далее удалить допустим не это не нужно 0 ножнички это разрезать это кадрирование цвет коррекции уроки не будем это разбирать в принципе так понятно но нажимаете и настраивайте свое видео так как вам удобно далее изображение выбираете микрофон допустим вы записали ролик без голоса и хотите его наложить либо же просто вам нужно записать что-то нажимаем микрофон выбираем качество выбираем устройство которое встроено в ваш компьютер и нажимаем начать запись здесь идет так ну и собственно громкость самого видео нередко записываешь ролик или где-то комментируешь и твой голос просто плохо слышно здесь его можно довольно таки сильно повысить без искажения и как будто бы он здесь и был нормализация скорость обратное проигрывание появление исчезновения значит эквалайзер настройка устранение шумов больше меньше аудио эффекты интересная штука где можно поставить интересные действительно эффекты допустим понравилось вот радио как будто бы вас слышат по радио либо же понижение тона я для примера это видео снял с понижением тона послушайте вот здесь все стандартно промотать вправо влево арт на весь экран громкость меньше больше все понятно далее если вы хотите добросить вторую роль просто бросаем его на эту же дорожку где есть видео в любое положение куда вам нужно то есть сзади либо же спереди немножко ползунком подтянем либо же если вы уже бросили и не туда берем захватываем и перетягиваем в нужный нам момент ну вот удалять либо делай то либо мусорник после чего когда все у вас получилось вам понравилось можно здесь просмотреть и сохраняем кнопка сохранения внизу зеленая здесь у нас открывается окошко где выбираем формат я советую ави с кодаком h264 он используется и в бандикаме и youtube его советует ну либо же mp4 желательно с кодаком h264 получите далее папка для сохранения когда будет сохраняться наше наше видео имя файла вот качество видео я обычно выбираю лучшее здесь размер вашего видео но имейте ввиду не всегда обращайте внимание на размер потому что после редактирования он глобально может поменяться у меня не раз было такое что видеоролик весил 20 диабайт но после сохранения он до двух еле дотягивал то есть не бойтесь этого далее здесь выбираем разрешение всем советую стандартно брать 1280 на 720 обязательно соотношение сторон 16 на 9 ну а далее на свое усмотрение конечно же если вас не устраивает это неплохой вариант для ютуба скажем так здесь у нас размещение в кадре растянуть кадрирование и вместить в общем здесь частота кадров обычно выбираю по максималке и частота сэмплов также по максималке выбираю каналы аудио стерео разумеется либо же какая у вас система здесь мы можем сохранить наше аудио здесь загрузка в непосредственно youtube что также удобно для некоторых я правда не пользуюсь этой опцией но для некоторых я думаю это будет интересная штука здесь также есть все название описание разрешение категория доступ и тому подобное здесь все выставляем напрямую грузим на youtube только нужно будет войти в свой аккаунт ну и также есть настройки которыми я не пользуюсь для телевизора для apple устройств android и для других устройств здесь если вас это заинтересует я думаю сами разберетесь вот мне она ни к чему в общем всем советую эту программу особенно для начинающих редакторов простая и я надеюсь в своем ролике я помог вам с обучением как же настроить правильно как пользоваться этой программой если же у вас возникнут какие то вопросы или проблемы пишите мне без проблем я подскажу и покажу как что и где если помог и понравилось ставим лайки подписываемся всем спасибо за просмотр до новых встреч